Уважаемые коллеги, меня зовут Монако Денис. В сегодняшней веб-касте речь пойдет о виртуализации в удаленных офисах и филиалах. Также обсудим вопросы развертывания, резервного восстановления и управления подобными автономными средами. В ходе веб-каста мы поймем основные различия между традиционными сценариями развертывания филиалов и новой спецификой автономного офиса в рамках новейших технологий виртуализации от Microsoft. Сможем описать преимущества виртуализации сервера для консолидации и изоляции удаленных филиалов. Более детально остановимся на архитектуре решения по виртуализации автономного офиса и напоследок обсудим лицензирование виртуальных машин. И для начала дадим определение автономному филиалу. Что же это такое? Этим может быть любое территориально удаленное подразделение организации. И в большинстве случаев в филиалах минимальное число IT-сотрудников и минимум средств на управление системами. Сложность управления, недостаточность инфраструктуры и дефицит административных ресурсов это все характерные черты автономного филиала. Для чего же виртуализировать удаленный офис? Существует несколько основных причин. С помощью виртуализации можно достичь значительно более эффективного использования ресурсов, поскольку она обеспечивает объединение стандартных ресурсов инфраструктуры в единый пул. И также виртуализация позволяет сократить количество серверов и связанного с ними оборудования в информационном центре. В результате этого мы экономим на обслуживание, электропитание, охлаждение и материальные ресурсы сокращаются. И соответственно на поддержку информационных технологий тратится гораздо меньше средств. Благодаря надежной системе резервного копирования и миграции виртуальных средств целиком вы сможете сократить периоды планового простоя и обеспечить быстрое восстановление системы в критических ситуациях. К сожалению, так обстоят дела во многих удаленных офисах, так как для бизнеса нет ничего дороже, чем отправить человека исправить что-либо в удаленный офис. Разберем более детально данное решение. Наиболее частый вопрос, который задают при знакомстве с технологиями виртуализации, это совместимость оборудования серверного с технологией Hyper-V. Спешу порадовать, что на сайте Microsoft есть раздел решений, сертифицированных для Windows Server 2008. И недавно там появился подраздел Hyper-V, в котором предоставлен список серверного оборудования. Также стоит обратить внимание, что для автономного офиса будет актуален наличие источника бесперебойного питания в серверной. Также не лишним будет коммутатор гигабитный и кондиционер. Мышь и клавиатура с монитором в принципе не понадобятся, так как решение подразумевает отсутствие физического контакта сервера. Перед вами примеры внедрения серверов, которые удовлетворяют требованиям автономного офиса. В разработке архитектуры удаленного офиса особое внимание уделяется критериям безопасности. Они здесь такие же, как и в любой другой инфраструктуре. Основными критериями является автономность, возможность удаленного администрирования инфраструктуры по инициативе филиала или же по запросу головного офиса. Также из-за сложности с управлением паролей в связи с географической удаленностью филиала вводится инфраструктура открытого ключа или же альтернативная технология BitLocker. Обращаю ваше внимание, что все вышеперечисленные принципы безопасности работают в виртуальной среде так же хорошо, как и на физической. Управление и контроль всеми ресурсами автономного офиса, виртуальными и физическими, должно осуществляться централизованной платформой. Microsoft предоставляет комплексное решение для виртуализации под названием System Center с такими продуктами, как Virtual Machine Manager 2007 и Data Protection Manager 2007, которые помогают обслуживать и удаленно администрировать виртуальные машины, а так же ввести резервное копирование и восстановление файлов виртуальных машин. Немаловажным является тот факт, что существует возможность постоянного наблюдения за состоянием физических машин и за контролем свободных ресурсов. Рассмотрим примеры организации виртуальной инфраструктуры автономного офиса. Конечно же у нас есть серверное железо, совместимое с технологией HyperV, HyperVisor как основа, физическая машина с установленной операционной системой Windows Server 2008 и стеком виртуализации. Основными компонентами безопасности. Наиболее важные компоненты нашей системы находятся на виртуальном разделе. Виртуальные машины, которые мы можем управлять без проблем. Далее идут виртуальные машины для прочих внутренних нужд. Физические сетевые адаптеры соединены с виртуальными. Внешние и внутренние интерфейсы обозначены желтыми и зелеными стрелками соответственно. Интеграцию виртуальной сети с физической и ее сегментацию осуществляет и со сервера. Являясь также фаерволом, фильтруя трафик между внутренним и внешним интерфейсами. В результате чего все виртуальные машины у нас находятся во внутреннем диапазоне адресов. Другими словами, у сервера, управляющего виртуальными машинами, отсутствует физическая связь с ними и с другими машинами в сети, если они присутствуют. Такое решение удовлетворяет самые строгие требования к безопасности. С целью упрощения использования данного решения предлагается автоматизировать его установку. Основная идея заключается в создании образа DVD диска под управлением Windows PE, включающая в себя все компоненты системы, скрипты для создания и копирования и управления виртуальными машинами и виртуальными дисками. При попадании диска в DVD привод запускается дружественный графический интерфейс, где пользователю предлагается ввести всю необходимую информацию, такую как планируемая IP адресация или языковая версия продукта. Так как основным элементом системы являются виртуальные машины, то следующим шагом необходимо было бы смонтировать виртуальный жесткий диск для нее. Для этих целей у нас уже имеется единый виртуальный раздел и виртуальный привод, в который вносится полученная информация от пользователя и происходит автоматическая установка. В идеале все виртуальные машины должны быть приактивированы, так как зачастую этот процесс вызывает затруднения у конечных пользователей. Подробнее о лицензировании мы поговорим в следующем слайде. Рассмотрим основные аспекты лицензирования виртуальных машин. Windows Server 2008 в версии Standard и Enterprise лицензируются как на сервер. То есть по одной лицензии на весь запущенный экземпляр и помимо этого требуют так называемые клиентские лицензии, калы, для доступа к ресурсам запущенных экземпляров. При этом версия Enterprise позволяет запускать до четырех экземпляров операционной системы виртуальных машин. Также существует версия Data Center, которая лицензируется на процессор, то есть требует столько лицензий, сколько процессоров установлено в сервере. При этом также требует клиентские лицензии для доступа к ресурсам. При этом количество виртуальных машин, используемых на этом сервере, не ограничено. В сентябре этого года Microsoft ввела нововведение. Теперь лицензии можно учитывать и привязывать не по каждому серверу в отдельности, а по фермам серверов. Очевидно, это дает огромное снижение расходов при переносе установленных продуктов между серверами и даже центрами обработки данных. Раньше, если необходимо было перемещать установленный продукт чаще, приходилось приобретать несколько лицензий. По одной для каждого сервера, на котором может выполняться приложение в момент времени. Новые правила снимают эти ограничения. Серверные приложения Microsoft с точки зрения лицензирования подразделяются на две группы. Лицензируемые на сервер и лицензируемые на процессор. Для каждой версии программного обеспечения могут существовать свои тонкости, которые указаны в документе «Лицензионные права на использование продукта Microsoft». Модель лицензирования серверных приложений на сервер, как и в случае с операционной системой, лицензируют лишь запущенные экземпляры. Каждая лицензия, купленная вами, привязывается к физическому серверу, позволяя в любой момент времени иметь один экземпляр серверного программного обеспечения, запущенная в операционную систему физического сервера или одной из виртуальных машин на этом сервере. Модель лицензирования на процессор несколько сложнее при лицензировании в виртуальной среде. Следует учитывать три аспекта. Первый. Необходимо сосчитать количество физических процессоров, не ядер, в сервере. Сосчитать количество виртуальных процессов, используемых в виртуальной машине, на которых установлена лицензиона ПО. И сложить два полученных числа, получив то количество процессорных лицензий, которые вам потребуются. Когда вы приобретете данное количество лицензий, вы получите право на использование любого количества экземпляров лицензионного серверного программного обеспечения в виртуальных машинах на этом сервере. Сведения о технологии виртуализации доступны на следующих сайтах. Также много полезной информации можно подчеркнуть из блогов. На этом наш вебказ закончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok